Здравия всем любителям хоккея! На этой неделе хит-триками ответились Том Уилсон, Конор Дюэр, Митч Марнер, Брэд Маршан и Артемий Панарин. Впервые в истории Анхайл четыре россиянина забили в одном матче за одну команду. Это сделали игроки Коламбуса, Кирилл Марченко, Иван Проворов, Егор Ченахов и Дмитрий Воронков в поединке против Бостона. Такого не удавалось сделать даже в великой русской пятерке. Никита Кучеров отдал 477-ю результативную передачу и вышел на 10-е место среди россиян в Анхайл по этому показателю, обойдя Игоря Ларионова. Также Куч быстрее всех в истории Тампы набрал 40 очков в сезоне. Сделал он это за 24 матча. Джек Хьюз быстрее всех в истории Дэвилс набрал 30 очков. Сделал он это за 17 игр. К тому же его результат стал третьим в истории среди всех уроженцев США. А Анджи Копитер стал лучшим ассистентом в истории Кингс. Отдав 458-ю результативную передачу. А теперь к лучшим игровым моментам. Неделя восьмая. Усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Суровая ошибка обороны Колорадо привела к выходу нападающих Аризоны 2 в 0. Но Клэттен Келлер не смог переиграть Александра Георгию. А точнее попал в самую тонкую часть клюшки. Но вратарь Эвиленш сделал все, чтобы спасти эпизод. Очень интересный розыгрыш показали в овертайме игроки Айлендерс. Мэтт Барзелл при быстрой атаке выбрал неочевидный вариант скинуть пас на набегающего Ноа Добсона. А защитник сыграл еще более нестандартный для такой ситуации. И сразу же вернул шайбу Барзеллу. Который сходу зарядил поворотом как следует. Шикарный розыгрыш. Такие трюки мы привыкли видеть в исполнении Евгения Кузнецова. Но пока россиянин молчит, Джек Айкел напомнил всему хоккейному миру об эффективности паса назад, закатываясь за ворота. Марк Стоун ждал и надеялся. И был вознагражден отличной передачей. Завершение было нетрудным. Мартин Эчес подобрал отскочившую шайбу и выкатился один на один с вратарем. И сделал в кульминационный момент очень нестандартный ход, который поставил в тупик всю оборону Баффало. Пас назад на Стефана Нейсена прочитал только сам нападающий Каролины, что и позволило забросить шайбу уже в пустые ворота. Мышление уровня суперзвезды. Борьба за приз лучшему новичку сезона все еще имеет место быть. И Лео Карлсон в ней активный участник. Вот такие булиты играют нападающему Дакс только в плюс. Шикарное движение руками, которое отправило Ивана Просветова в один угол, а шайбу в другой. Самым терпеливым игроком недели стоит признать Алекса Венберга. Швед выждал очень долгую, но при этом очень изящную паузу, которая заставила нервничать всю оборону Блэк Хокс. К вашему вниманию шикарный индивидуальный проход в исполнении Робби Фабри. Одним изящным движением раздел Уайета Кайзера и затем перехитрил Петером Разика, закинув тому бросок с неудобной. Невероятно динамичный момент, демонстрирующий всю индивидуальную мощь Фабри. На этой неделе Укапека Луканин выдавал красивые и важные сейвы в большом количестве. Мы выбрали два. В первом Джимми Виси уже видел шайбу в воротах, но финский галкипер Баффало вовремя и точно подставил клюшку. Молниеносность реакции поражает. А в этом эпизоде Брейден Шэн сделал все, чтобы забить. Уже оказалась обыгра Луканина, но вратарь извернулся ужом очень быстро и подставил под бросок соперника ловушку. Как ему это удалось? Уму непостижимо. А как вам такой цирковой номер в исполнении Брока МакГина? Нападающий Дакс, развернувшись спиной к воротам, сходу подправил шайбу между собственных ног. Подставление получилось настолько сильным и точным, что Дарси Кемпер вообще не понял, что произошло. Великолепная координация нападающего. Но разумеется, на первом месте столь редкое в матчах АХЛ событие, как гол вратаря. Тристен Джарри невероятно точно запустил шайбу через всю площадку и стал первым в истории Пингвин с голкипером, записавшим на свой счет гол. А на скамейке за этим восхищенно наблюдал напарник Джарри Алекс Неделькович, который с двумя шайбами является лучшим снайпером среди вратарей за всю историю АХЛ. Вот так! Первое место. Тристен Джарри, Питтсбург Пингвинс. Мич Марнер — игрок выдающийся, но даже такие мастера иногда делают забавные вещи. Запутался в собственных финтах и вместо броска чуть не улетел лицом в штангу. Очень комично для игрока такого уровня. Бонус недели! А вообще, в буллетной серии Торонто и Флориды случилось очень нестандартное событие. После гола Эвана Родригеса игроки Пантерс пошли в раздевалку, празднуя победу. Но вот судьи вернули команду назад. Они усмотрели в этом моменте, что Родригес дважды ударил по шайбе. И команды продолжили серию. И на этот раз сильнее оказались хоккеисты Мэйпл Ливс. Бывает и такое. На этом все. Пишите в комментариях, какой момент минувшей недели вам запомнился больше всего и почему. А если вам понравилось это видео, ставьте свой еженедельный хоккейный лайк, подписывайтесь на наш канал и не забывайте про Телеграм. А с вами были Филипп Олешев и Илья Балашенко, специально для Фокс Хоккей. До новых встреч. Пока.